Да шо ж вы тут разъездились, да и берите вашу хоре. Забудьте меня, как страшный сон. Не догоните. Слушай, ну то получается, что у них есть какой-то, как это сказать, временной промежуток, чейн которого они забывают, так сказать, о твоих прегрешениях. Ну слушайте, он сам там стоял. Какие уж прегрешения. Чувак, ты чё, дебил? Чё ты делаешь, блин? Или ты в гонке участвуешь? Едь, порожняков встает поперёк дороги. Псих! Псих! Надо будет в ремонт цепь заехать. Точнее, посмотреть, если из Южного будет что-то... Блин, надо будет, знаете, почитать в интернете, откуда здесь больше в алмазной поездок. Потому что все остальные поездки смысла не несут вообще никакого. То есть как бы топливо тратится, да, но заработка, считай, просто нету. А, вот туда. А вот и мы. Получите и распишитесь. Да, если бы не минус 13 тысяч, было бы вообще замечательно. Так, ну чё у нас там по деньгам-то? М-м-м, 56. Так, есть кого нанять там? Кто тут работу ищет? Так, нет, это продаётся. Это тоже, наверное, продаётся. И это продаётся. 4,7, тут плаваем в 19 тысяч. Я даже не знаю, вот насколько это круто, не круто, блин. Так, давай смотреть. Ключи. Залезг. 3000. Ну это вообще горный. Стоп! Горный. Напомни-ка. А, ха, ха-ха. Горный. Хм. 9 тысяч, да? Нижнегорск. Привет, чувак. Поехал. Хуй. Да, езжай на ужин-то мне, блядь. Горный смысл ехать есть. Я там не был. А может, доедем, Даш? А нижний, а может, Нижнегорск тогда возьмём? 7 тысяч. А чё бы нет? Давайте. Вот так. А, поехали. 4 тысяч 4. Ну, народ уже поразъезжался. Ну, я особо сейчас газовать не буду. То есть это больше, как говорится. Ну, чтобы туда съездить для разнообразия. Так. Вот переключение между картой мне тоже не очень нравится. Честно говоря. Тут как бы три режима. Карта большая. Карта локальная. И карты нет. Три раза там. Вот. Не хватает просто переключения между картой. Ну, это опять же придирочки. Про третью часть много плохого читал. Типа, что и сделать её нормально не могут. Что для компа она полная хрень. Я, честно, не очень понимаю, что там не в порядке. Потому что, ну, действительно, я её не смотрел. Не знаю, не играл. Вторая. Я вообще не знал, что третью существует. Интересно. Я, правда, не знал этого. Это было видно, что на второй всего остановился. Вот. Ну, говорят, что третья типа она совсем не оптимизирована под современной системой. Хрен, можно посмотреть. Посмотрим. Так. Меня сейчас лицензия не особо интересует. Но, в принципе, если я наткнусь на чувака, на какого-нибудь, потому что у меня так-то 56 тысяч есть. По-хорошему, я могу сейчас кого-нибудь нанять. Почему бы и нет. Пусть катается. Я, правда, опять же, не знаю, как это работает. Этот майк. Что он даёт. По-хорошему, надо это делать в спокойной обстановке. Поэтому, в принципе, можно просто плюнуть на этот майк. Не париться. И сначала довести груз. О. Опять пошла Ария. Что, я скажу, Ария? Ария, по-моему. Спокойно довести груз. А потом уже, соответственно, посмотреть. Там-то найм точно будет? Хорошо, что мы заправились. Не дешёвые заправки. Да. Весьма удачно. Я считаю. Теоретически, в Нижнегорск... Ну, нет. В Горно ещё можно было бы поехать. Честь сокращения. А в Нижнегорске тоже смысла нет. Там, если нет какого-то дополнительного сокращения... Кхе-кхе-кхе-кхе. Которого я не знаю. То это будет честная гонка. Насколько гонку с выездом на полчаса раньше можно назвать честной. В Нижнегорске, извините, что я немножко не очень хорошо говорю, немножко заговариваюсь. У меня горло болит. Я всё равно ещё... Ну, слышите, в конце концов, кашляю. Я всё равно ещё болею. Чё с тебя не поделаешь, поэтому... И горло сипит. И кашляю. И говорю, может быть, не очень хорошо. Не очень в попад. Ну, всё поделать. Немедленно остановите машину. Да пошёл ты в жопу, блин. С какого перепула? Чё я сделал? Там был не красный. Там был затухающий жёлтый. Не говори, что таких не существует. Чё пристал, в конце концов? Тоже... Как меня видят, так сразу. Немедленно остановите машину. Чёрт, ты привязался, блин. Подъедь, скажи, что тебе надо. Я тебе так деньги скину. 820 баксов. Ну, подъедь, скажи, господи. Ну, ты... Любит проблем создавать на ровном месте. Кстати, этот... Доварищ из Африки. Всё там же стоит. Ну, я так понимаю, что... Набирать... Себе, так сказать... Работников надо на стоянках, видимо. Единственный вариант. Судя по всему. То есть, везде, где стоят... Немедленно остановите машину, или мы отховаем огонь. Здурел, что ли? А чё я везу? А, Кока-Кола! Ну, понятно! А я думаю, чё они психовные такие? Кажешь, за Кока-Колу-то убью, блин. Она вот за окрачка, за Кока-Колу. Ну, нет, ребятки. Хрен вам. Во всю рожу. За Кока-Колу я вам так не отдам. Даже не надейтесь. Козлы, блин. Не, вы видали, да? Фуршанс тоже за Кока-Колу. Весь корпус расстрелил. Просто разнесли всего в клочья, блин. Вот такие вот они. Вот хоть написано милиция, а по факту коп и полиция, блин. За КОМ и убьют. Чё ты творишь-то хулиган, ну? Чё делаешь? Гражданские вообще-то. Ты вообще, откуда ты там взялся? Я же от тебя уехал уже. Ну, ещё один уехал. Отпрезай, всё. Отстань, противник. Я не такая. Там вертолёт что-то за мной херочет. Прекратите в меня стрелять. Смотри. Психопат. Поэтому я не люблю брать заказы по открытым дорогам. Пич нарушишь, чё-нибудь начинается. Ставить машину. Стойте. Пока доедешь, блин. Штраф набираешь, мы почти не. Тут груз выбрасывай. А главное толку? Передних-то догнать, считай, нереал. Ну, то есть, как бы... То есть, фактически, чисто за деньги едешь. Только за деньгами. Пойду и шкафу сделаю. Чё я в ремонт не заехал? Вот, кстати, здесь тоже не хватает немножко этой темы сброса копов с хвоста. Это было бы очень, я думаю, интересный момент. Именно вот какая-нибудь... Ну, какая-нибудь тематика с розыском. То есть, когда ты, например, постоянно упадаешь в какие-то передряги, чтобы можно было, например, подряжаться на всякие нехорошие вещи. Ну, твою мать, а! Так я на красный проскакиваю. Ой. Я знаю, что я четвертый. Ну, кстати, сейчас на трассе будет повеселее, я думаю, для меня. У меня машина достаточно мощная, протюнированная. Ну-ну-ну. Опа. А где там чувак? Ха! Обратите внимание. Один чувак куда-то вне карты уехал. Вы видели, да? Это ж с ним чего такое? Так, одно из двух. Либо там какой-то типа срез? Типа срез. Ха! Легопытно. Вы третий в лонках. Здорово. Хорошо. Ха-ха-ха! Не, парень. Сорян. Немедленно остановите машину. Да отвяжись ты, а! Не остановлю. Не дам моя Кока-Кола. Я ее везу. Везу ее в Нижнегорск. Привезу, тогда поговорим. А сейчас не отдам. Узнаю я вас. Все. В прошлый раз ящик забрали, в этот раз ящик. Закажите себе, я вам целый фур привезу. Чего по ящику тырите, блин? Народ, а? Ну, я говорю, за Кока-Колу прибьют, блин. Стреляют. Вертолет, понимаете, снарядили. Представляете, насколько американские копы любят Кока-Колу? Боевой вертолет за мной отправили. Блин. В GTA, чтобы за тобой снарядили вертолет, нужно было три звезды. Причем на трех звездах он еще был не очень агрессивный. Нужно было, по сути, четыре звезды. Это уже, блин, розыск, мое почтение. Ну, или четыре скобочки, если мы говорим про пиратскую GTA San Andreas. Не знаю, у кого, кака у меня была такая. С великолепным переводом, черт побери. Просто великолепно. Оно у меня есть на канале. Всем рекомендую. Заходите, смотрите. Правда, там, конечно, еще звук не очень хороший. Я тогда еще с микрофоном был не в таких хороших отношениях, как сейчас. О, красава. Хорошо сделал. Так, горный? В смысле горный? Какой горный? Нижний горст нужен, ребят. А-а. Правильно. Угадал. И я даже первый, ну, прикиньте. Ну, вообще. Прям, слушайте, это. Тормозит. Блин, ну, здесь ни одного водителя в наемник. Ну, что-то такое. Сути тысяч баксов, да? Или здесь есть кто-нибудь? Посмотрим, ну, что-то стоят какие-то. Может, смогу коньить на ней. Для покупки. Ну, что тебе надо? Рода, елки. Шторм. Мощность 700, что-то поднем с 20 тысяч. А сколько мне денег? У меня, по-моему, нет, 107 тысяч. Да, мне только 64. Блин, я бы нанял кого-нибудь. Да ты гомишь. Да уберите вы эту хрень. Продается, продается, продается. Не покупается, отстаньте. Блядь, катитесь. Я хочу товары посмотреть. У меня отшит в алмазный. Так, южный. Нет, южный обратный я не поеду. Я там не люблю. Ключи. Ключи. Да твою мать, а. Чувак, пошел вон, а. Пошел вон. Ключи. Это что у нас? Где эти ключи? А, вон, вижу. Возьмем, что ли? Пять тысяч. Ну, за шестой. Да, поехали. Чувак. Ключи, так ключи. Ну, что ж поделать. Соля-ви. Поехали, включи. О, кстати. Слушай, а я эти сократить могу, да? А, хрен-то там. Не, я вот сокращение не поеду. Ну, его нафиг. Ладно, поехали по официальному нашу. Ну, его к черту. Рисковать, блин. Я не помню, где там болото. Сейчас завязан, по чертям задачи. Да я не уверен, что это прям уж так. Хотя это, нет, ну это сокращение, на самом деле. Зря я так. Ну, блин, я просто не помню. Там где-то можно проехать, где-то нельзя. Мне больше попробовать их так обогнать. Тем более, лицензии у меня есть целая куча. Эй. Не попадаются мне что-то эти водителька. Заправиться бы, блин. По-хорошему. Да и починиться надо. Сколько у нас еще раз денег? 62 тысячи. Так-то норм. Это чумная. Ой, не могу. Рыбные консервы. Сейчас узнаем. Любит мне местная полиция рыбные консервы. За Кока-Колу убить готовы. За Корочка тоже. А за рыбные консервы пока не знаю. По-моему, мы их еще не возили. Заодно и посмотрим. А, фары включены. А, нормально. Я даже по правилам вижу. Со включенными фарами. Все это на трассе все время они должны быть включены. Если ничего не путаю. Ну что, извините. Сейчас я уже давно не водятил. Даже троллейбуса. Твою мать. Опять полиция. Сейчас опять начнется. Стоять в машине. Стоять в машине. Суть не. Че, нет? Че-то как-то это. Брезгуют? Я думал, протарать было. Посмеяться нормально, не багат. Ну блин, надо реально почитать будет. А из каких локаций чаще всего даются заказы именно в Алмазный. Потому что, как бы, я взял хоть ключи, но я взял так для разнообразия. Вопрос, а имеет ли смысл. Просто если, ну, фактически ведь реально имеет смысл гонять только в Алмазный. Потому что больше всего денег. Все. Двадцатка. Где ты еще столько заработал? Сейчас заказ. Ну че я, шесть тысяч. Фу, блин. Я даже с учетом выброшенного груза, выброшенного груза в этом, в Алмазном, и то больше заработал. Это с учетом того, что я выбросил его. Понимаете? Насколько все плохо. Чувак, можно проехать, а? Че ты делаешь? Тебя, блин, обгоняет вообще? Че, слепой что ли? Странный мост, перегораживающий реку. Наглухо причем. Че, че с тобой? Вот уже это не звезли, да? Так, секундочку. Это че, это наши что ли? Похоже на то. Я тебя только что, ребят, обогнал. Вот там сто пудов как-то можно... Вот какой-то срез там присутствует, я уверен. Не просто. Тут какая-то дорога очень странная. Вот это место. Вот я уверен, тут как-то по песку можно срезать. Вот, вот это... Да, вот. А хотя, ну нет, по берегу, может, там можно проехать как-то. Правда, зачем? Вот, вот, вот здесь вот. Слева. Ух ты. Даже какой-то, какая-то анимация волн есть. Смотрите, на воде. Что-то такое, вроде бы. Да. Да, для тех времен очень круто. На самом деле, эта графика сейчас неплохо так смотрится. То есть, ничего, конечно, сверх выдающегося. Но в целом, вот, для такой игры, да, как бы, особенно как-то, как-то для инди какого-нибудь проекта. Фух, вообще замечательно. Функционал. Только функционал. Больше ничего этой игре не нужно. Добавить возможности тюнинг. Добавить возможности всяких там обработки машин. Добавить возможности там с грузом чуть химичить. Еще что-то. Все. Это будет как, я не знаю, ну как игрушки, знаете, про оружие. Когда там какой-нибудь автомат, там, на любой там ружбайку можно навешивать, навешивать, навешивать. Навешивать всякое разное. Ты просто там сидишь по полчаса там и перебираешь всевозможные прицелы, насадки, примочки, приклады, магазины, целеуказатели. Еще там чего-нибудь там перебираешь, перебираешь, перебираешь. Когда возишь с этим, возишься. Ну, это же прикольно. Это реально прикольно. Это интересно. Так и здесь. Тем более тематика, скажем так, дальнобоев имеется в свою романтику в довольно большом количестве. Ну, для тех, кто там не работал, естественно. Хотя, с другой стороны, вон чувак, как оно на ютубе. Как его? Тезка Дима Малаш, по-моему, так его зовут. Ва. Как это? Чувак в Америке дальнобоем работает. Блин, за 100 тысяч уж перевалил подписчикам. Чувак просто пишет свои, кажется, видеозаписи о том, как он вот возит грузы, трендит на всякие темы, показывает, как загружается, как разгружается. Казалось бы, ну ничего особенного, вот серьезно, с точки зрения там. Ну, действительно, ничего особенного. Но это интересно, елки-палки. Это всем рекомендую. Малаш называется. Поищите. Реально, действительно, это интересно. Все подряд может и нету, так периодически включить, так посмотреть, там, как там, как он там что-то оформляет, что-то рассказывает, интересные вещи про те же Соединенные Штаты. Честно вам скажу, вот я сейчас так думаю, блин, с теми я до сих пор работал на троллейбусе, реально купил себе веб-камеру и просто трансляцию рубил бы без остановки. Я же прямая. Прямую это включение из камеры, из кабины троллейбуса. Заодно, может, положение немного лучше. Ну, а что? Как бы начал показывать в прямом эфире, в такой жопе весят на троллейбусный парк. Ну, там два варианта. Получил бы либо люлей, либо... Либо еще что-нибудь. Так, что-то, ребят, я капитально так и делал, да? Ну, все, нормально. Сейчас я уже на той дороге, на которой надо. Полиция от меня отвязалась. Лицензия еще есть. Я сейчас кого-то найду, попробую цепануть. Все-таки вот сейчас нанесем в спокойной обстановке. Но это если найду. Если не найду, пофиг. Груз еду дальше. Фактически, я думаю, мечта любого дальнобойщика. Начал вот так вот гонять. Без ограничений. Не сна, не отдых. Под машиной лазить не надо. Мечта. Зелеск, бухта, Приозерск, Боровая. Опа! Та-дам! Сейчас дадим проехать всем. Я сейчас развернусь за зданием. Сейчас уедем. Чтобы не мешаться. Пусть они уедут. Может, иди там. Кто такой? Что это такое? Неизвестно. Какой-то хрен. Вот встали. Я им, по-моему, они задавили там друг друга к чертовой матери. Ну, тоже так кажется? Иди, твою. О, ребят. Капитально в тех спорках застрял. Так. Зелеск. Нет, я там был. Да, что-нибудь другое. Шесть тысяч. Бухта. Ну, нет. Это прям рядом. Несерьезно. Приозерск. А почему, кстати, и нет? Берем? А что еще тут есть? Боровая. О, семь тысяч. А Боровая это где? Ой. Кстати, это сокращение. А что, давай берем? Что, давай. Берем. Я через сокращение сейчас проеду. Да уйди ты. Вон они уже где. А мы сейчас через сокращение. Опа. Хе-хе. Да. Капитально он его прищемил. Блин, тоже нанимать некого. Ну вот, в Боровом стоянка есть, я помню. На найме стекло. Лицензии три. Не, ну вот знаете, кстати, я не прав. По-моему, все-таки есть. Ой. Вероятность, как бы, вот такого поддержания лицензии здесь вот так безостановочно гонять. В принципе. Ну, блин, все равно заморочено. Я считаю. Все равно заморочено. Тише, тише, тише. Все нормально. Чего ты гундосишь? Я же тебя вижу. Хотя, с другой стороны, я бы тоже испугался. Никогда не надо забывать, что главная дорога это этапа, который едет наглухо груженный КамАЗ. Молодой человек, вы не против, я вас обгоню? Вы против. Ладно, тогда езжайте побыстрее, пожалуйста. Тормоз-то гребаный. А то знаешь, это... Ё-моё. Посмотрите, как ему через Боровой пилить, да? А сейчас через сокращение. Вон какой кусок. Вот тут я срезаю. Тут вообще без вариантов. Это реальный срез. Да. И над движком, конечно, надо этой игрой подрабатывать. Просто подработать. Потому что тут такие глюки периодически. Чё? Мы с тобой неразлучны, блядь. Ты прям как сопровождение моё едешь. Ты мне ограбить, что ли хочешь? А чё я везу? Твою ж налево окорочка! Блин. Тут же полиция за окорочка тоже только так атакует, блядь, да? Ладно, чтобы не прознали, что у меня окорочка. Что? Чё тебе надо? Мы с тобой... Подожди. Минутку! Подожди-ка, ты чё ты за мной едешь? Да ладно, чё, прошаренный чувак, который знает про сокращение? Вот, все раз приплыли. Любопытно. Как шестой? Когда это я успел шестым-то стать? Я вторым-то не был. Блин, на ремонт тоже надо было заехать. Бляха-муха. Мне там чё-то ещё, по-моему... У меня что-то не установлено. Я не помню, что, но что-то у меня не стану. Да и починиться нужно. Ладно, я думаю, у Борового там будет какая-нибудь ремонтная мастерская. Короче, у Борового задача. Во-первых, найти себе наёмника, нанять его. Пусть будет. Во-вторых, помимо всего прочего, починить машину. Типа того. Сколько мне сейчас денег? Ну, буре, буре. А, чувак развернулся. То есть, тут, видимо, как-то срабатывает какой-то триггер ехать за тобой. Видимо, у них как-то это работает. Я не знаю, как это у них работает, но, видимо, как-то так. Потому что, видите, они разворачиваются. Но тот чувак, честь сокращения, в алмазном поехал вполне уверенно. Ну, ладно. Один. Из всех. О! Ну, я-ка сейчас вот заедем на эту вот штуку. Это же не заправка? Нет, это не заправка. Это ремонт. Тармози. Ну, чё так? Так, полный ремонт. Да. Радар-детектор нет. Чё, серьёзно? Ничего не надо? Бронированный стёб. Ну, блин. Чё-то... Чё-то... Кхе-кхе-кхе. Ну, и опять глючит машинку одну-тую. Ну, похоже, всё-таки на эту машину я, скорее всего, всё уже поставил, чё можно было. Да. Блин, немножко печально, на самом деле. Я всё-таки хотел бы... Чуваки, работают этичные? Нет, ну, продаёт сумму. А может, работают? Чувак. Нет. Семьдесят одна тысяча. У меня, по-моему, не хватает. Нет, конечно, с отбором. Вот после этого поездки будет хватать. Мерседес. Ну, получается, самая крутая машина, это вот та. Со странной кабиной. Который выглядит как грузовик для каких-то вообще запретельных вещей. Блин, я не посмотрел, сколько у Мерседеса была мощность и так далее. Ну, хай! Что творите? Медленно остановите машину! Сфигали! Насрали! Чё случилось? Ну, а, крочка? Ну, они прознали, блин, что я крочка везу. Ой, гады, а! Ну, вот как? Кто им слил, блин, информацию, а? Немедленно остановите машину. Ну, а сейчас, блин. Ой. А как это? Ну, поехали в... ...вторую. Немедленно остановите машину, или мы открываем огонь! Да хрен тебе, моя крочка! Пошёл к чёрту! А, гады! Вот об этом я опять забыл. Да хрен тебе во всю рожь! Отстань! Окрочка не дам! Блин, посмотрел, сколько мне стоило вызовать, ребят. Опять окорочка спалили, а! Что пас, а? Обжора, блин! Ну, сколько колу им тогда не прокатило. И прокачка прознали. Токен слил, и фу, гады. Э, оу! А чё такое? А где съезд? Не понял. Ну, вы чё, серьёзно, что ли? Секундочку, а где проезд-то? Да отстань ты! Так, чё-то я запутался. Ничего не понимаю. Там же должен был бы съезд. А его не было. Съезд кооператора. Нашего колхоза. Здесь нет. Я не доехал, что ли? Слушай, может я реально тупо не доехал? Ладно, хрен с ним, давайте отсюда проползём. Малич. Вот здесь-то уж точно должен быть. Вот пицца-то вот. Ну. О, заправочка. Хорошо. Давайте заправимся. Тем более пара уже. О, не доехал. О, не доехал. Хух-хух. Хух-хух. Э, фуель-фуель. Вот такой вот наш фуель. Что-то с этим съездом надо посмотреть потом как-нибудь. Ну, хотя не, опять забуду. Лицензия пока еще есть, но есть кого-нибудь пока еще можно. Давай шустрее, блин. Выполняйся. Что там у нас 65, ну так, да, не дешево мне обошелся этот вызов товарищей из 9.1.1 Ну шуны быстро поменяли, копы даже подъехать не успели. Сервис? О, тиши, 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 я помню, аккуратней. Раскайкиваем, все хорошо, все нормально, теперь поворот налево. Я эту местность помню, нечему. Мне кажется она здесь как-то некорректно работает в местности. Потому что, как по мне, вот этот грузовик везде вязаный должен. А он где-то вязаный, где-то нет. Что-то у меня вот реально такое ощущение, что здесь просто как-то некорректно работает это все. Ну, блин знает, может я и не прав. Ну, кстати, одно сокращение я так и не нашел. Надо будет это, ну, почитать на самом деле, где они тут находятся. потому что так вручную разыскивать, ну, блин, даже не знаю, как-то вот осмыть. Не то, что даже не очень хочется, честно говоря. Это все надо, понимаете, это надо специально ездить и искать. Да, а я быстрее, бе-бе-бе, а вы все лохи, бе-бе-бе. Ну, еще бы. Так, что тут есть. Да, плажа. Да я знаю, что я первый. Ну, ладно, давайте сейчас в буровом попробуем. Сколько у нас заказка стоит? Ах, копеечки.